Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и название этой игры вы, наверное, видите сейчас на экране, потому что оно написано очень и очень мелко, как будто бы писал сраный карлик, который даже среди карликов довольно низок ростом. Сразу хочется отметить, что никакого вступительного ролика, ничего, вот просто where am I, вот эта вот залупа, которая светит на нас из потолка и потрясающие, потрясающие просто стены. Я не знаю, кто их оборудовал, какой сраный Равшан, или сраный Джамшут, или гребаный Сальвадор Дали, но вот такая вот сюрреалистичная композиция выстраивается прямо перед моими глазами. Я теперь должен искать отсюда выход, потому что хоть и название игры где я, но, наверное, суть заключается не в том, чтобы это понять, потому что я уже вижу, что я в полной жопе. Суть, скорее всего, заключается в том, что надо отсюда к чертям собачьим выбраться куда-нибудь наружу, где посветлей, где какой-нибудь сраный солдат не марширует. Я понимаю, что это я, но эти звуки шагов, они просто отдаются у меня прямо, блядь, в мозгу. Не знаю, мне было бы некомфортно ходить по помещению, где такая потрясающая акустика. Это хоррор, это хоррор, впрочем, это и так уже понятно из названия рубрики. Это инди-хоррор, это должно быть понятно из качества графики, из качества... Опа. Вот, вот уже что-то пошло. Так, стоп, 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 стоп. Я... Откуда я пришел-то? Музыка, надо признать, играет довольно-таки жуткая и действующая на нервы. Вот я, правда, дурак забыл выключить сзади лампу. Мне бы сейчас надо сидеть в полнейшей темноте, и тогда я бы усыкался. Ого. Все, начинается. Начинается. Сейчас будет, короче, нервы мне трепать. Сейчас, зараза, блин, буду тут сидеть и... Сидеть и сидеть. Просто буду сидеть и сидеть. Вот. Сидеть от слова седина и сидеть от слова сидеть, да? И сидеть и сидеть. Потрясающая фраза. Это, наверное, гимн... Должно входить в гимн всех любителей инди-хорроров. Люблю я сидеть и при этом сидеть. Какая-то такая песенка была бы замечательная. Мне уже нравится. Я еще не придумал к ней музыку, но мне эта песенка уже нравится. Какие-то сраные гирлянды прямиком из ада там что-то наигрывают. Какие-то непонятные звуки колокольчиков. Я не понимаю, где я действительно. Название игры очень четко отражает суть того, что тут происходит. Где я? Это единственный вопрос, который ты хочешь себе задать на протяжении всего вот этого года. Я, кстати говоря, не знаю. Серия идет где-то так минуты, наверное, 3-4, может чуть больше. Но я не знаю, сколько эта игра вообще должна длиться. Может, она и длится там 3-4-5 минут. Сейчас какой-нибудь сраный скример и конец. Не уверен. Не знаю, не могу знать. Но то, что сейчас происходит, больше стало помех. Больше стало помех значительно. Смотрите. Очень неожиданно помехи. Это вообще такая редкость в инди-хоррорах. Такого же никогда практически в помехах в инди-хоррорах не бывает. Никогда. В Слендере такого никогда не было, чтобы были помехи. Чтобы появлялся Слендер и раз, и вместе с ним появлялись помехи. Это что означает? Что я... Все? Вот, блин. Мне теперь надо обратно идти. А там сейчас, конечно же, все поменяется. Сейчас какой-нибудь сраный чертоган с вилами окровавленными. Потому что он только что запихнул эти вилы в жопу какому-нибудь Джеффри Дамеру. Это такой был серийный убийца. Я не знаю, прямиком из ада. Помех все больше и больше. Я думал, лампочки начнут гаснуть. Но вместо лампочек гаснут зрительные способности нашего главного героя. Он какого-то хрена очень плохо... Он практически как... Ого! Не, я вам должен признать, это жуткое. Действительно довольно жуткий и интересный способ воздействовать. У тебя постепенно пропадает зрение. А когда оно полностью пропадет, еще черт его знает, чем это закончится. Вполне вероятно, что прямо из-под век на него... Вот у него пропадет зрение, он закроет глаза. И раз какая-то сволочь его там за руку потянет, он раз из-под век чуть-чуть веки приоткроет, и там рожа такая... Ааа! Вот я примерно это предсказываю. Не знаю. Я ни хрена уже не вижу практически. Мне хочется... Мне все хочется яркость в мониторе подправить. Прям вот подсознательно. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, наверное, это будет бить по атмосфере. Я должен передвигаться между двумя лампочками, пока что-либо не произойдет. О, все. Ну, мне уже особо некуда идти, как бы. Что дальше? Видимо, я должен теперь стоять и ждать неизбежного. Ну, что? Долго ты еще будешь светить? Или тоже сейчас потухнешь? Можно было бы куда-то попробовать пойти, кстати говоря. И следить при этом за огоньком. Исчезнет ли он? Господи, главный герой этой игры, он прям как я. Он видит с каждым разом все хуже и хуже и хуже. Я вот тоже вижу все хуже и хуже с каждым разом. Скоро уже буду, наверное, в очках ходить, не снимая их просто. Между прочим, уже ту... О, боже. Твою ты. Господи. Создано Марком Хедли. Ну, что я тебе могу сказать, Марк Хедли? Ты, в принципе, конечно, молодец. Марк Джей Хедли, да. Будем уважительно относиться к разработчику сей замечательной игры. Ты, конечно, молодец, но мне кажется, что... Мне кажется, что ты немножечко такой тяжелый на подъем человек. Ты, скорее всего, эту игру делал там, я не знаю, 5 секунд геймплея, я не знаю, в течение дня или даже недели. И в итоге оно все растягивалось, растягивалось. И в конце ты подумал, да насрать, просто лампочка сужается. И ужасный звук. Ну, что, это была самая короткая компьютерная игра, которую я, в принципе, когда-либо запускал, как мне кажется. Но свой небольшой такой саспенс она дает. Она действительно воздействует. То есть эти звуки, все эти потрясающие затухания. Я, конечно, понимаю, что мне сейчас, наверное, надо бы немножко попиздеть ни о чем, потому что серия будет идти, я не знаю, минут 6 или сколько. Ну, действительно, да. То есть люди, в принципе, даже когда они делают такую работу, не очень, казалось бы, широкомасштабную, то, что мы сейчас видели, это был далеко не блядский Скорим. Это был один человек, который сделал там несколько коридорчиков, чуть-чуть походить, чуть-чуть попугаться. Тем более, что денег он с этого никаких не срубил. И, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Приятно знать, что есть люди, которые готовы потратить свое какое-то свободное время, которого у людей вообще мало. Почему мало? Потому что, блин, гребаный капитализм, он так устроен, что человека выжимают досуха на работе, потом он приходит, ему остается только пожрать, полы вымыть, там, я не знаю, посуду помыть и лечь спать. И до следующей сраной рабочей смены. И все-таки люди умудряются находить свободное время на то, чтобы как-то свой творческий потенциал, куда-то его излить на какие-то такие проекты. Это приятно. Поэтому мне, собственно, и интересно вообще инди-хорроры, мне вообще интересно культура инди, в принципе. Ну, только когда это не сраные инди-киды, которые ходят в кедах, то я не знаю, я имел в виду независимые разработчики. Когда обычный человек дома что-то сидит, клепает, и потом выставляет на всеобщее обозрение. А если оно еще расходится, как какой-нибудь Майнкрафт, то вообще замечательно. Хотя, опять-таки, Майнкрафт, это такая уже, скажем так, не самая, возможно, приятная тема для упоминания. Ну, школьник, Майнкрафт не виноват в том, что в него играют много школьников, которые, я не знаю, шепеляют микрофоны, без конца бьют там гусей, свиней на камеру и думают, что это очень весело. Майнкрафт в этом не виноват. Сама-то игра по себе достаточно интересная. Ну, в общем, и это тоже, в принципе, было неплохо. Поэтому, хоть она и коротенькая, но коротенькие инди-хорроры тоже хорошо. Не обязательно всем играм проходить с как Алину Изолейшену по 14 часов. В общем, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк и всем счастливо, всем удачи, всем пока. До следующих испугов, я не знаю, будем пугаться просто в дальнейшем. Всем пока.